У водителей автоколонны, службы безопасности и коллектива старейшего на Ямале сборного пункта газа всю предыдущую неделю было чемоданное настроение. Их уход из национальных поселков обусловлен договором, в соответствии с которым функцию газового оператора отныне берут на себя коллеги из компании «Газпромнефть». Мы должны закончить свою деятельность 30 июня в 20.00 и с 20.00 уже в ночную смену заступают персонал «Газпромнефть». Оторочка Тазовского месторождения вошла в оборот нефтяников недавно. Учитывая объем продукта и построенную инфраструктуру, теперь именно им удобнее обеспечивать поселки природным газом. Собственно, за этот мини-промысел 60-х годов прошлого века отвечали разные субъекты, однако современным он стал благодаря газодобытчикам. Объект был. Тяжелых условий, там не было ни подъездных дорог, ничего в принципе. Первую площадку уже нам довелось отсыпать, когда мы смогли туда спокойно зайти. Так переправлялись на плотах, чисто за объект. Газообеспечение отдаленных поселков с 90-х годов многократно модернизировалось. Появилась автоматическая газораспределительная станция, современный пульт, система адорации. Рабочие специальности, сохранявшиеся здесь поколениями, бывшему работодателю удалось сберечь. Сплоченный коллектив практически в полном составе перейдет на Заполярное и Ямбурское месторождения. С учетом нефтяного месторождения нас было 41 человек. Потом, когда нефтяную торочку отдали газпромнефти, нас осталось 23 человека. Три месяца интенсивной передачи опыта и управления потоками газа, его технологическая подготовка переходит к коллегам по цеху. Завершающие штрихи под флагом «Газпрома» на пульте говорят о том, что в такие же надежные руки. Было достаточно времени разобраться во всех тонкостях. Передача занимает длительное время. Именно потому, что это опасный производственный объект. Здесь какие-то сложности и так далее недопустимы. Очередной хозяин старейшего на Ямале газового промысла обещает сохранить репутацию надежного оператора, от которого зависит привычная жизнь северных поселков. Впрочем, газодобычки Заполярного месторождения, учитывая технологию извлечения углеводородов, не исключают вероятности своего исторического возвращения. Я надеюсь, что мы тоже вернемся к этой теме, когда где-то будут нефть лет через 20, мы вернемся там в газ. Дмитрий Дугинов, Эдуард Баркалов из поселка Гассале.